Благодарю поле, благодарю всех проводников, благодарю высшие силы за те удивительные энергии, портальные энергии, которые нас сегодня перенесли в новое состояние сознания, на новый вибрационный уровень. И я четко знаю, что вместе с переходом сознания на новый уровень также перешло наше тело по вибрациям, и вы это заметите очень скоро в изменениях своего внутреннего состояния и состояния своего здоровья. Поэтому я вас всех поздравляю с прекрасным переходом в новое состояние, расширенное, и с началом взаимодействия с собой, с новым миром, который вы для себя открываете, каждый, который новый создаете, и с теми новыми энергоструктурами, которые сегодня соединились с нами для помощи в сотворении этих миров, как осознанных творцов. Так есть? Аминь. Так и есть. Благодарю вас. Открываю все микрофончики. Кто готов, пожалуйста, можете присоединяться к обсуждению. Добрый день. Можно я на минуточку? Я перед работой хотела со всеми поздороваться, всех обнять. Леночка, тебя обнимаю, Агату, обнимаю. И мне очень хотелось рассказать вам, поделиться с вами моим состоянием, этой подготовкой, которая прошла еще вчера. Я слушала сессию Агаты. И вы знаете, думала, почему же это так. Я увидела перед собой огромную паутину. И эта паутина была разорвана. И внутри меня я подумала, как интересно. Неужели какое-то событие произойдет? Это было вчера вечером. И у меня мысли постоянно крутились в голове, что что-то произойдет. Я была в предвкушении. Мне дали как будто знак. Я видела, что была еще Леночка Белова. На этой сессии мне очень захотелось ей написать. Но было уже поздно. Я, если честно, постеснялась о ее ощущениях, как это было. Я поблагодарила Агату, ее музыка, ее вибрации, ее цвет. Он просто проникает в тебя. Он настолько яркий, он настолько божественный, что хочешь ты этого или не хочешь, но ты начинаешь светиться. И этот цвет, он такой приятный, окутывающий. И сегодня утром в 4 утра я проснулась. Я уже поняла, что это будет что-то необычное. Я уже поняла, я уже как начинаю понимать, когда со мной работает высшее «Я». Я маленькими шажочками прохожу этот путь. И это было помимо того, я подумала, ну, скорее всего, время для вестерального массажа. Я не посмотрела, сколько это времени, потому что я даю своему телу сейчас. Оно как у меня полный хозяин, моего «Я». И то, что я чувствую, мне нужно, я начинаю делать. Но это было не только связано с моим телом, это было духовное. Я передо мной предстала одна проблема, о которой я уже давно думаю, которая витает надо мной. И это началась работа не только взаимодействия, это было с высшим «Я». Я вспомнила о высшей воле, о заявлении высшей воли. Я поняла, что эта проблема, она надоела на меня. Вот как, Елечка, ты говорила, эта конфета, которую я жую, уже время пришло её отпустить. Я просила, я молилась, я утверждала, что я уже выше этой проблемы, что я уже перешла эту проблему, и нужно вступать в новые вибрации, в новое мышление, в новое «Я». И вы знаете, я перед собой увидела большое зеркало. Оно было очень грязно. И в руке у меня оказалась губка, и я начала драить именно это зеркало с такой яростью, с таким скрежетом. Я вычищала как бы из своего плана, не только физического, ментального. Я прощалась с этой, благодарила эту проблему. Это, ну, скажем так, то, что меня давно тревожило. И я поняла, что всё это происходит, расставание на энергетическом плане. И вот такие вот сегодня у меня были манипуляции с моим высшим «Я» в сотрудничестве. мне показали, что и как. Я очень благодарна этой работе, которая была произведена. В конечном итоге, я надеюсь, что всё произошло, и я уже там, так оно и есть. Я это просто почувствовала физически, когда это нужно прекратить. И я очень благодарна тебе, Леночка, за такие знания, за те, тот материал, который ты вылаживаешь. Я вчера тоже смотрела, на меня оставил очень большой след этот урок, скажем так. Этот мужчина, те знания, которые просто и доступно доносил каждый из нас, такой резонанс у меня был в мозгу. И, скорее всего, это сработала, вот эта проблема у меня. Наконец-то произошёл щелчок, и я поняла, что нужно работать и делать что-то. Не нужно быть жертвой, а именно уже пора творить, взять губку, оттирать, очищать и прощаться, наконец-то махать ручкой этой проблемы. Вот такие у меня сегодня были осознания. Я вас всех люблю, обнимаю. И мне редко получается поприветствовать на обсуждениях, потому что у меня с работой это связано. Но я всегда с вами, мои хорошие, и с большим интересом слушаю всех вас. Обнимаю. До скорой встречи. Наташа, благодарю тебя. Во-первых, мне полностью подтвердили, что у тебя состоялся переход, что старая больше не власть над тобой. И за этим последуют твои новые выборы и раскрытие того пространства, о котором ты давно мечтаешь и хочешь его прожить. То есть это будет глубинное проявление твоей сути, выход ее на поверхности именно с масштабом высшей сути, а не с масштабом личности. Это будет проявление твоей истинной сути, и ты с ней наконец-то познакомишься. Она войдет в твоё пространство, и она займет твоё пространство, и ты будешь понимать, как это теперь взаимодействовать не с личностью эго, а как взаимодействовать именно со своей высшей сутью. Те образы, которые ты видела, это началом наработки того языка с твоим высшим я, с твоей высшей сутью, на котором ты будешь общаться. И ты успешно прошла этот опыт как показатель того, что ты готова к общению и готова ты воспринимать информацию, которая тебе будет передана на и руководствоваться ей. Тут важна не теория, а тут важна практика взаимодействия, чтобы ты полностью слилась, соединилась со своей высшей студией и стала ей. Благодарю, Леночка. Благодарю. Ещё отозвалась тебе? Я поняла, о чём ты. Потому что эти ощущения невозможно перепутать ни с чем. Запоминай, вот мне сейчас то дальше передают. Запоминай эти ощущения, ты их ни с чем никогда не спутаешь. Это именно ощущение соединения с твоей высшей сутью. Однажды попробуй их на вкус, ты будешь снова и снова к ним стремиться. Всё больше расширяя свой диапазон и расширяя спектр этих ощущений, которые ты только начинаешь постигать. И тот щелчок, который ты сегодня обнаружила, это, как у вас говорят, бинго, ты прошла экзамен. Кстати, насчёт щелчка. Я ещё в начале сессии хотела сказать, услышите свой щелчок, но ты у кого произойдёт щелчок. Эту фразу ты озвучила. Вот как интересно происходит. то сегодня синхронов просто вообще. Почувствуйте, был ли у вас внутренний щелчок от информации. Благодарю, Леночка. Благодарю всех. Моё высшее я, все высшее я, источник свет. Треснули, почувствовала. Благодарю. Ой, рада, как я за тебя. Рада, 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 рада. Благодарю, благодарю. Хорошо. Берите микрофончики, всех ждём на сцену. Кто не умеет говорить, учитесь. Научитесь. Я, наверное. Всем здрасте. Слышно? Привет. Привет, да, слышно? Лена, а я что-то тебя не вижу. У меня чёрные экраны. Только у меня так. Я в экране. О, всё, вижу теперь. Всем привет, благодарю. Ну, я прям сразу Наташеньку услышала, говорю, прям быстрее, быстрее ей ответить. Начала она там говорить вот про вчерашнее, как вот у Агаты были. Ой, и я прям так обрадовалась, милая моя. И поражаюсь, просто поражаюсь, как вот всё у нас идёт в унисон. Потому что действительно, да, вчера было что-то такое, тоже вот как у Наташи. Вот эта вот проблема, которую, как я конфетку жую, жую, жую. И вчера опять так же вот пришло прям всё вот твёрдо. Я творец. Хватит с этой конфетой, хватит, всё, надо, пора её разрешать. И стали щёлкать ответы, выходы какие-то. Так, 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 так. Вот. И даже вот Наташа говорит, а я сижу, думаю, какие вот вчера ощущения были, да, вот Агата когда играла. И не могу вспомнить картинок никаких, но я просто помню, что было настолько классно, вот прям душа летала. Вообще красота, красота, красота. И освобождение от того, что вот ответ, всё, будет найден, выход есть. И сегодня у меня тоже опять это было подтверждение. Так, теперь я плавно перейду к сессии. Энергии классные. С каждым разом всё выше обороты и выше. И прям первое пришло. Опять у меня эти ключи. Ну, слава богу, Лента мне на той сессии вроде как вот расшифровала, что это коды. И опять на связке. Но вот я не знаю, как это называется то, что вот эти ушки, которые одеты на всю эту связку, и эти ушки прям тройные. Из тройных проволочек. И прям в голову идёт, что это коды. Но, то есть, если раньше они были обыкновенные, а сегодня они какие-то тройничные, тройные, тройничные, тройничные вот эти коды. Это вот по ключам. Потом сразу... А? Что-то связь у меня, наверное, плохая. Меня слышно, потому что у меня опять тёмный экран. Да, да, слышно. Лена, слышно. Ага. Так, потом, пришла Дева Мария, наверное, да, вот, или Мать Мария. Она прям вот спустилась и с букетом цветов. Она мне подарила букет, вот этот прям классный был. То есть, я видела у неё на голове вот эта развивающаяся накидка. Она вся в солнечных каких-то лучах, в сиянии даже. Вот она спустилась с этим букетом. Так вот прям тепло стало. Потом меня посадили... Ну, в позе лотоса я так особо не сижу, если честно, потому что, ну, мышцы деревянные, так сказать, уже. Вот. А это прямо садили в позу лотоса и показали треугольник. То есть, посадили в треугольник. Что самое интересное, Лен, было? То есть, локти у меня... Ну, ноги – это основание треугольника, а вверху локти над головой, то есть, правая рука на левой лопатке, левая рука на правой лопатке и прямо над головой локти вот так вот этим треугольником. И начали крутить позвоночник. То есть, и назад у меня, и куда-то туда. Он трещит, мне больно. Потом раз – мне больно. То есть, я понимаю, что выправили, ну, столб, позвоночник мой прям класс. Потом руки обе взлетели вообще вверх, сделали еще выше треугольник, и в руки прям тоже свет пошел. Вот эти энергии. Энергии вообще волшебные, фиолетово-красные какие-то все, вот вокруг это кружится. Потом еще, интересно, очень... Вот есть такое животное, ну, не медуза в море, а что-то вот тоже из простейших. Она такая длинная. И у нее большие вот эти вот вокруг нее, ну, как крылья, плавник. И она, когда плывет, у нее вот переливаются волнами вот такие плавники вокруг нее. То есть, она передвигается вот очень красиво. И как будто бы космический корабль такой вот прям прилетел. И тоже вот эти... Расправил вот эти крылья. Они прям вот так разошлись. И вот этот фиолетово-розово-красный цвет полился. Как будто вот, ну, не знаю, может быть, это какая-то новая цивилизация, как ты говоришь, вот энергии накрыла. Вот. А, и еще, ну, это я... Можно я тогда рисунок? Еще у меня прям очень сильно было в голове... Ну, вот, видение такое я выложу в чат. Как будто бы вот, ну, матка в разрезе. Как будто там какой-то зародыш вот с пуповиной. Но прям так интересно было, красиво. Ну, вот так вот, наверное, все. В общем, благодарю от всей души. Энергии классные, спектр. А, еще где-то посередине резко заболела голова и резко прошла. То есть прям раз щелчок, голова заболела. Раз, щелчок, голова прошла. Вот. Спектр, короче, очень восхитительный, богатый ощущений. Ну, все такое. Восторг, воодушевление. Прям, ну, класс. Лена, Агата. Агата, thank you. Ой, благодарю, Наташенька. Благодарю, Леночка, Агата, всех участников. Поле классное. Обожаю вас, люблю. Ну, Леночка, видишь, тебе сейчас тоже подают тебе твои личные инструменты в виде спектра энергии цветовых, да? То есть ты можешь тоже дальше продолжать эту тему, запрашивать, делать запросы. Возможно, ты, вот мне сейчас говорят, ты можешь исцелять цветами, направляя на человека тот цвет, который ему необходим в данный момент. Вот как. То есть ты можешь погружать его в то пространство цвета, ты почувствуешь, которое ему надо, тебе говорить ничего не надо, ты будешь знать недостаток спектра, спектра света, который ему нужен в данный момент. И ты можешь комбинировать различные спектральные, в общем, комбинации делать спектра, интуитивно нащупывая, что человеку надо. Вот, кстати, поэкспериментируй, кто там у тебя есть, ты просто не говори ничего, просто отвлеки состояние человека, потом наполни, тебе придут сказки, какого спектра энергии тебе подать. И, ну, заполняй его поле, и ты посмотришь, как поменяется его реакция. Либо начинаешь с собой сначала, ну, как правило, всегда начинаем с собой работать, потом уже переходим на других. Ну, у тебя тоже показали, это твое высшее я, показала, вот видите, как идет поток, показали инструменты, которыми следует овладеть для большего осознания себя, как того же самого спектрального существа, которые взаимодействуют с энергиями на разных уровнях. Пора познакомиться с ощущениями разных энергий, не только в цвете, но и в... как этот цвет отражается на внутреннем состоянии твоих органов, твоей системы, твоего аватара. Вот так. Откликается, класс. Идет еще слово практика, практика, практика. Благодарю, очень важно. Практика, практика, практика. Настало время практики. Благодарю. То есть сейчас, когда мы сегодня переподключили другую систему на именно свое высшее существо, то есть мы будем получать те инструменты, которые вот на этой стадии нам пока наиболее приемлемы и понятны. Дальше, когда мы не будем идти в расширение, придет больше. То есть будут открываться те же самые ситхи, о которых вы мечтали. Со временем, естественно, благополучно и безопасно. Прямо я окрылена. Благодарю. А еще все время хожу гужу. Я не знаю, как это назвать. Вот типа того не получится. То есть вот как-то горлом не получается сейчас. Вот у меня постоянно, мне хочется вот это вот, горловые какие-то звуки вот сейчас у меня не получится воспроизвести. Ну как-то иногда даже красиво получается. И прям... Мы поняли тебя. 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 Это идет твоя звуковая самонастройка. Через голос самостраиваются твои внутренние органы с идеальным звучанием. Ты можешь почувствовать, какому органу какую вибрацию попадать через какое-то слога. Через звучание головое, либо гудение, либо пропевание гласных звуков. Ты будешь чувствовать, направь свое внимание на орган, который тебя тревожит, либо систему. И ты интуитивно, по резонансу найдешь то звучание, которое необходимо. Таким образом, ты сама своим голосом будешь самостраивать свою систему с идеальными параметрами. Класс. Лен, слов нет, благодарю. Благодарю за послание высшей силы. Благодарю. На благо. Девочки, берите микрофончики, говорите. У кого чего. У кого чего. Леночка, приветствую. Девочки, мальчики, всех приветствую. Приветствую. Друзья. Доброго всем прекрасного дня. Лена. У меня сегодня было интересно. Как только ты начала говорить в первой части, у меня прям голова, начались такие сильные энергии, и у меня, знаешь, голова прям в стол упала, на руки упала голова. И я даже, я понимаю, что я ее поднять не могу. Такой же ушел сильный поток. Вот. И, ты знаешь, интересно, пока ты говорила в первой части, мне сильно хотелось есть. Я банан, яблоко, мандарины тут нарезала. И ты понимаешь, у меня было такое ощущение, что я якорю твои слова. Я это ем, 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 ем. Вот. У меня, ну, вот такие вот были ощущения. А когда за... А, и мне хотелось все время спать. И когда заиграла ага, там, мне прям вот спать я не могу. Я села в кресло, я не стала бороться с собой. А хотела лечь? Нет, лечь не давали. А именно вот я села, была... И все. И у меня я прям отключилась на какие-то моменты. А потом, вот муж постучал, я это, встрепенулась. И у меня потом пошли картинки. И пошло, знаешь ли, она... Сейчас скажу, ощущения. У меня сильно-сильно сердце. Прям, знаешь, такое... Вот биться сильно-сильно-сильно, волноваться она стала. И какое-то ощущение жжения пошло внутри. Где-то в области желудка, что ли. Ну, что-то такое. Сначала я вроде как испугалась. А потом даже пульс потрогала. А потом это стало... Ну, не сразу. Все, постепенно устаканиваться. Вот. Ну и все. И опять... Опять еда... Я не знаю, почему у меня сегодня прям... Я ела, ела вот весь процесс. То спала, то ела. И, ну, вот сердцем такое случилось. И начали колокольчики, извините. У меня не знаю, почему кот на них так реагирует, на колокольчики. Но он прям приходит, он начинает кричать, начинает проситься. Ну, вот. Вот таким образом. И что еще? Да. И все время почему-то... Ну, не все время, не каждый раз я это вижу. Но я вижу какое-то... Это часть земли. Это какое-то... Сейчас скажу. Знаешь, если находишься на берегу... Какого-то озера. Но только ты озеро... Ты не видишь, это как расщелина. И я вижу все время вот лес, да. И небольшое пространство суши. Как будто вот на этом островке. И вижу... И вижу вот эту расщелину. И на другом конце точно так же лес. И там солнце. И как будто бы мостик через нее. И идет... Идут, 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 идут цепочка. Ну, темные достаточно. Я не знаю, кто это. Ну, просто они в темном одеты. Вот. Потом лес как-то отдалился. На моей стороне. И образовалась дорога. И... И что-то было... Знаешь, я не знаю, это было какое-то божество. Я не знаю. Вот. И потом я увидела пирамиду. Пирамида вверх конусом и вниз конусом. Золотая. Ну, вот какие-то такие непонятные ощущения. Первый раз такое было. Я не знаю, что это. Но это было. Ну, все, Лена. Ну, я по картинкам пока не могу тебе сказать. Мне пока не идет информация. А вот насчет пирамиды. Это Меркаба, да? Ты видела Меркабу? Я не знаю. Но она такая. Вот пирамида вверх и пирамида вниз. Ну, вот две пирамиды... Ну, они отдельно стоят? Или наложены одна на другую? Нет, они вместе. Они соединены друг с другом. Вниз и вверх. Они как будто соединенные. Получился... Ну, так это Меркаба. Света, тебе показали Меркабу. Твою Меркабу. А что это? Понимаешь, это же наше космическое тело. Наш корабль. Космический корабль. Я можно... То есть ты перенеслась в какое-то другое время. Увидела ты, Светочка, связь с другой реальностью. Просто ты оказалась в другой реальности на мгновение. И увидела именно свое перемещение в теле Света Меркаба. Понимаешь? Понимаю, что я ничего не... То есть я увидела картинку как бы со стороны. Она непосредственно на отношении Света. Зайдешь в гугл, посмотришь, что такое Меркаба. Познакомишься. Но то, что у тебя произошло соединение сейчас реальности. Понимаешь, ты оказалась на какое-то мгновение в другой реальности. То есть ты в другой реальности, в другой плотности. И ты увидела фрагмент оттуда. Это о чем говорит? Что вот эта завеса между реальностями, она истончается. Мы начинаем видеть параллельные реальности, в которых мы тоже присутствуем. Да, вот поймала. Понимаешь? То есть ты можешь просто наблюдать это. Ты будешь видеть. В какое-то время ты начнешь более плотно взаимодействовать с параллельными реальностями. Возможно, и с собой, и с будущим. А вот, да, подсказывают. Это ты в будущем. Ты себя там увидела. Как ты путешествуешь в этом меркале. Ясно. Лена, и можно я еще вот такой вопрос задам? Помнишь, я тебе говорила про голуби-то? У меня был голубь в доме. И вот интересно, ну, мы с мамой, и причем у нас с мамой мысли сошлись совместно. Что у меня же параллельно брат еще лежал в больнице-то при этом. И вот этот вот голубь, который у меня был, мы вчера его выпустили. И он вчера улетел у нас, слава богу. Вот. И брату стало легче. Я не знаю, как это соединено совместно. Оно или оно, или это просто глюки мои такие. Наши, вернее, с мамой совместные. Ну, было вот такое ощущение, что это как-то связано. Ну, связано. Помогла Духу Святому. Святой Дух помог брату. Ну, все, Леночка, благодарю. Благодарю от души. Интересно все. Я проснулась. Леночка, благодарю. Вы меня так наблюдаете? Я в таком. Да-да, Лена, я вижу, что у тебя, да, потоки идут. Я это просто чувствую. Меня так давит, что я вообще... Меня просто маги бают сейчас. Я на тебя понимаю, потому что вот ты только в первой части... Ну, да, раз вам говорите. Я же тебе говорю, я сразу упали руки у меня, вот на... Руки соединили, я на стол, голова упала, потому что я эту энергию просто не могла прямо сидеть. Вот такие мощные энергии были. Поэтому благодарю от души, агаточку благодарю. Леночка, Белова, тебе хотела что-то добавить. Леночка, скажи, что... Лена, Белова, ты хотела что-то добавить? Уже не хочет, наверное. Ну, хорошо. Все, принимаю, Лена. Все, и благодарю. Светочка, благодарю. Благодарю, благодарю. Здравствуйте. Микрофончики открыты. Да, Баба, не как-то... Да, здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Я благодарю вас за прекрасный сегодня, позитивный день. И, наверное, хочу поделиться тем, что с прошлой сессии, когда мы с вами занимались на протяжении недели, ночью в определенное время я ужасно потею в холодном поту. Я прям просыпаюсь, и меня аж прям трясет. На днях я спросила, что со мной происходит. И мне такой голос внутри приходит. У тебя идет сейчас зачищение. Так как еще там и с отношениями не очень все хорошо. Вот. А сегодня в практике, когда я вас начала слушать, у меня в этот момент вышел заказ, и я на работе отдаю заказ. Я понимаю, что мои руки такие хотят положить руку на доску. Голова вниз, прям как будто с какой-то тяжестью на меня ее прям давят. Прям вот как будто вот стой и слушай, стой и слушай. Закрой глаза и слушай. Я такая, ну я же не могу, мне надо отдавать заказ. И мне прям такое сильное сопротивление вообще ко всему было. А когда начала Агата играть, у меня опять внутри вот эта сильная поющая чаша, только она у меня была в сердечной чакре, в этот раз в горловой чакре. И когда она ударила колокольчиком, я услышала какой-то голос прям потустороннего неземного. И он как будто приветствовался, сказал. Я такая, ого, как классно. Потом во время уже дальше, когда у нас шла музыка, я когда села, руки положила на колени ладошками вверх. Как будто кто-то взял теплыми руками меня за руки и начал тянуть меня через светлый золотистый мост. Белый свет, потом откуда ни возьмись, появляется какое-то большое лицо передо мной. Я пытаюсь его разглядеть, оно вот такое быстро исчезает. Потом показывают мне пирамиду стоящую. А потом что-то произошло так, что все перекрылось, на работе начался какой-то стресс. У меня какие-то проблемы с ребятами начало происходить, с поставщиками. И половина практики я просто была в такой злости, в таком вообще непонятии, что происходит. И такая в конце села такая. Ну давай подумаем, для чего тебе это все нужно. И хочется и плакать, хочется кричать, хочется прям мутюгаться вот на все на это, как я это допускаю к себе. И это так вообще к себе же самоуничтожение такое конкретное идет, что прям хочется закрыться от всех, ни с кем не разговаривать, никого не слушать. И просто понять, как я докатилась вообще до такой жизни. Что себя я как личность занижаю в планках и очень сильно выплескиваю свои эмоции на других людей, на их какие-то программные установки. И как я на это реагирую. И это очень странно наблюдать. И при этом так интересно. Фух, я так нервничаю, когда я это все рассказываю. Прям. И прям очень схожие у меня вот с Еленой есть моменты и со Светланой. Прям очень сильно прям то, что они видели, прям отзеркалило мои видения то, что я тоже видела. Благодарю. Ну, прям с переживанием как-то это все сейчас рассказываю. Вот, Катенька, что мне сейчас передают? Замечательно, что у тебя идет такой выброс, потому что ты схватила свою личность за хвост. И покрепче ее держи, эту личность, чтобы она была у тебя в руке, а не ты у нее. И просто наблюдай за этой личностью. Это как та змея, которая будет дергаться, она будет пытаться тебя ужарить, но она не достанет до тебя, потому что ты имеешь ту защиту внутреннюю, которая тебя защищает от таких укусов. То есть твой свет внутренний, он тебя защищает от этих иллюзорных укусов, которые пытаются тебя ущипнуть, укусить твое эго. То, что ты сразу так массивно ощутила сегодня выброс энергии, это говорит о том, что у тебя освободилось огромный пласт, огромное пространство, одновременно с этим выбросом, одновременно освободилось пространство для принятия новых энергий. И то, что ты осознала это, как оно работает, начала наблюдать, это твоя, пускай, небольшая, но уже победа над своими программами, которые до сих пор тобой управляли. И теперь эти программы, эти программы лишаются своей силы, потому что они оказались замеченными, они попали под твой взгляд. И они начинают беситься, потому что им было очень комфортно жить незамеченными и портить тебе жизнь, потому что такая у них задача. Но это не говорит нам, что программы плохие, это наши испытания, которые мы должны были пройти. И пройдя эти программы, полностью испытав до краев, что они с собой несут, какой потенциал имеют, какую разрушительную силу они в себе несут, мы отказываемся от этих программ сознательно и переходим на тот уровень, который начинает созидать, а не разрушать. У тебя этот переход сегодня случился. Возможно, у тебя еще будут выбросы энергии, дай им выйти. Не тормози, пускай они выходят, просто наблюдай. Если тебе захочется покричать, потопать ногами, все это можешь делать, знай, что это та личность, которая долго в тебе сидела, она тоже ищет выхода, ей нужно выйти, дай ей эту возможность, установить с собой золотую пирамиду, четырехгранную, большая, огромная пирамида. С намерением, пускай все, что не мое, не божественное, не высшая божественная природа, уходит пирамиду к источнику на трансформацию. И со мной останется только мое высшее божественное. Благодарю. Вы, кстати, сказали по поводу укусов змеи, сегодня последние два дня снятся очень странные вообще сны. И вот один из сегодняшних снов, это мой бывший молодой человек, с кем мы прожили пять лет назад, пять лет, точнее, три года назад. И во сне он сегодня прям был зол на меня, что я от него ушла, он там себе руку разбил, что-то стекло разбил, дома какой-то хаос устроил. И меня укусил он как змея за губу. Я на него смотрю, я говорю, ты что делаешь? Я говорю, мне больно. И я прям смотрю, и у меня прям действительно прям укус как от змеи идет, и прям все это разбухает. Я стою, это опять наблюдаю все со стороны, такая, господи, да мне это не нужно вообще. Это не мое, это мне не принадлежит, это не моя история. Я не хочу вообще в этом даже никак крутиться. Вот прям все змеи, это прям очень мощно. Да, Катя, выходят твои старые. Да, вообще наши все партнеры, это наше отражение. Это то, что мы внутри создали. Если мы хотим другого партнера, сначала мы должны его создать внутри. То есть, это не в плане образа и какой цвет волос и что у него должно быть там. это не про это, а именно на основе нашего состояния, на основе наших вибраций мы создаем, понимаете? То есть, тот партнер, который придет уже в этом времени, в который мы переходим, он будет отражать наше внутреннее состояние, наше внутреннее принятие себя, наша любовь к самому себе. И будет именно тот партнер, который отобразит абсолютно в балансе то, что мы из себя представляем на данный момент, те качества, которые у нас есть. То есть, это будет с абсолютным знаком равенства. Поэтому, прежде чем создавать, подумайте, что вы хотите создать очень внимательно. И эти качества, прежде всего, должны быть у вас, для того, чтобы они отразились в вашем партнере. Ваш партнер это всегда вы, только в другой стати. Благодарю. Да, это действительно так. Какие мы внутри себя, такой мир вокруг нас. Таких мы себе подобных и притягиваем. Да. Да. Я благодарю вас, я благодарю ваши всевышние силы. Я их безумно люблю, так хочется каждого там обнять. Спасибо, Агате. Спасибо всем участникам. Прям чувствуется поддержка всех, прям такая забота, переживание за каждого из нас. Благодарю всех и благодарю, что я все-таки попала на ваш канал. Это ценно очень. Катенька, все замечательно. У вас разворачивается просто все. Человек мне показывает все в цветах, в цветах, эти цветы прямо с неба летят, летят, летят. А ты так руками ловишь, ловишь, оно так кругом падает, тебе так хорошо. И ты прямо так на землю, а там лепестки, лоси, цветы, ты в них как вот в этом вот в облаке цветов купаешься, у них тебе так хорошо. Это о чем? О том, что ты вышла на путь своей души. Благодарю. Ты начала ее чувствовать, начала идти по направлению к тому, что ты на самом деле хочешь. И оно тебе действительно придет раскроется и гораздо скорее, чем ты думаешь. Благодарю. Буду стремиться к этому. Да, говорят сейчас у тебя будет, у тебя тоже произойдет квантовый скачет внезапный, у тебя придет осознание, которое тебя прямо оторвет от этой старой личности. И ты окажешься в этой точке, она будет какое-то время нулевая точка. Это как ты вылетела вот в ноосферу, ты не знаешь, да, вот ты вылетела там без скафандра, без ничего там. И ты думаешь, что без скафандра там, ну, какое-то пространство, например, там или на Марсе, мы думаем, что там нельзя без скафандра жить, мы в какой-то защите, а потом раз мы снимаем этот скафандр и мы понимаем, что оказывается здесь дышать можно. То есть какое-то время мы побыли в скафандре без ничего, без, мы вообще не знаем, где мы, да, то есть мы вот в этой точке ни там, ни здесь, а потом мы снимаем скафандр и начинаем уже обживаться в этом новом пространстве. Это у тебя такой сквантовый скачок произойдет, сначала он у тебя будет очень неожиданный, тебя так раз выбросят, и как будто ты вообще, где ты вообще находишься, ты даже не поймешь, где ты находишься. Все, все, как это сейчас скажу, у тебя будет ощущение, как будто ничего не существует, вообще ничего нету, вообще ничего нету. Такой абсолютный стиль у тебя наступит, просто абсолютный стиль, тебя не трогает ничего, вообще ничего, тебя вообще ничего не волнует, вообще тебя нету, вообще такая тишина, тишина. И вот с этого вот квантового обнуления у тебя начнется квантовый подъем в ту реальность, в которой ты мечтаешь. У тебя, кстати, очень сильные проводники, не зажимай себя в своих мечтах они ждут от того чтобы ты проявила ярко своей мечты потому что от именно твоих смелых желаний и мечтаний зависит то куда ты дальше будешь идти я услышала спасибо ждем еще кто хочет вспомните сегодня день проявления как вы заявите сегодня себе пространстве так и будет добрый всем день меня видно видно слышно отлично приветствую всех с камер вышел очень хочется тоже всех видеть камеры когда говорят хочу сказать нас 21 человек я что не в камере что ли я про других участников не вижу почему тогда не выступают говорят они были видно было нечет не появлялись благодарю за сессию такая интересная богата вообще какие-то звуки были то ли чаша какая-то была другая или что-то такое такие объемные такие звуки сегодня были интересны хочу сказать кто интересно наблюдая вообще себя через какое-то время страхи какие-то тут уходят например у меня страх был высоты раньше то есть где вот в горах где-то там где-то когда на подъемнике где-то вообще там не мог подняться но когда еще был раньше еще коньяк даже просто сглушить этот страх сейчас нет такого сейчас такое доверие то есть но то что должно произойти она произойдет то что не должно быть не произойдет так что просто наслаждение такое вот где-то находишься что-то наблюдаешь вот и меньше становится какого-то раздражения то есть если ты например держишь в руке чашку да она падает разбивается то уже нету каких-то эмоций раздражения потому что ну если она упала разбилась то это уже произошло смысл тогда нервничать да вот смотрим наблюдаем просто изменение пространства просто что-то что-то изменилось делаешь дальше как бы выводы убираешь и что-то еще делаешь вот про собственное позволение сегодня тоже было я как раз утром пришла пришло в голову что такое как будто из детства что-то что все всем например стоят семьяблоки раздают а мне не достается да я такой ну ладно не досталось ну как бы вот такие вот вещи потом но захожу сразу на практику да на смех и зарядку начинаю сразу высмеивать это все дело потом приходит то что я радуюсь радуюсь потому что мне тоже достается я просто благодарю ну вот не очень радостно вот что в течение сессии интересно было ну было такое видение что как будто между глаз как будто чем-то нанеслили помазали а потом то сверху донису ну так вот как на как вот не знаю как поверх кожи просто как костюм такой стоящий из мелких мелких как этих кристаллов алмазов их как бы покрыло с головы и до ног потом спрашиваю зачем это зачем чтобы всем телом воспринимать как бы чувствовать мастер потом в голову пришло дачу как бы думал откуда это откуда это сириус альфа-центавра западе на какие такие вот вещи на все интернет там рядом начал смотреть может это такое не знаю то ли я оттуда то ли что-то вот такое интересно вот это тело но как-то видно было что не просто она стоит она левитирует то есть вот обычное состояние как будто на прямо над поверхностью как бы когда стоишь вот так вот последние какие-то дни чувствуешь что иногда бывает будто как много лепестковый лотос так вот раскрывает такой вот тоже такие вот бывают моменты вообще в последнее время какое-то чудесное интересно какие чудеса происходят наблюдаю его то что блок например да чеснокова романа большой привет от него елена тебе с ним общался вчера вот смотрю как он путешествует это просто как какие-то чудеса как он покупает билеты на какие-то символическую экстрематические деньги куда-то его его просто так вот сажают бизнес-класс за 9000 еще куда-нибудь он летит потом летит туда-сюда и у нас жизни тоже интересно происходит приехали с гор совершенно не планировали ли тут супруге звонит знакомая говорит ну ее начальница я еду в арабские эмираты поехали со мной такого я хочу поехали я не раз сразу и она улетает туда вот замечательно проводит время совершенно никто не беспокоит то есть вот как вот фильм любовь и голуби сразу как по двери открывается да и из одной реальности сразу в другую хоп и переносится вот такие вот интересные моменты но и есть еще какое-то чувствуется доверие миру то есть чем больше доверяешь миру тем больше чудес начинает происходить вокруг вот перед сессии тоже было интересное как будто изменение ритма сердца теперь перри перестроился думаю что такое раз даже рукой так схватил посмотрел не потом раз все все как бы это нормально не в сессии нас было еще 21 человек просто интересные 21 число интересно посмотрел в номерологии это число связано с действием стихии активное влияние на мир стремление решения внезапные ходы импровизация построение линии проведения по ходу без долгих раздумий число 21 мужское прикрепленное к энергии янь светлые теплые солнечные и устремленные на физическую умственную работу без долгих ожиданий рационального планирования как импульс импульс внезапность такие вот энергия несет мне кажется ну как то созвучно потому что происходит благодарю благодарю за сессию вот это сережа ты вот прямо в четко в тему попал видишь как ты прочитал эту информацию и импульсы вот мы сейчас действительно живем под импульсом нету смысла никакого планировать мы должны именно жить из внутреннего ощущения эту сетку которую это на себе увидел там но это на самом деле вот это как у меня сейчас такое идет образно это как вот это вот наша энергетическая система как бы с такими акупунктурными точками чувствительные понимаешь то есть сетка акупунктурная то есть если тело вообще убрать и оставить эту сетку да то останется это только чувствительная сетка которой в принципе мы и являемся да вот по которой продвигают эти вот импульсы которым ты говоришь поэтому то что как ты сейчас ощущаешь твое состояние и твои реакции это говорит о том что у тебя твоя часть какая-то уже перешла на тот уровень где ты больше в соединении с своей высшей сутью то есть это покой об этом говорит что нету реакции там на разбитую чашу это мелочь да испытания пойдут побольше покруче самое главное вот это равновесие сохранять внутреннюю устойчивость и реакции просто нужно это смотрим в принципе мы все знаем что никакого не имеет никакого окраса не имеет никакое событие окрас предаем мы сами поэтому стоим как будто и смотрим вот на этот как мир который крутится вокруг нас если мы захотим создать мир в котором ничего не крутится мы тоже можем это создать сидим целый день смотрим на озеро вот все мы создали тот мир в котором тишина и благодать захотели какой-то суеты нам двигаться не хочется просто смотрим в окно да там машины там что-то суета люди бегают там что-то там что-то делают а мы в окно сидим смотрим ну вроде как движение идет мы захотели какого-то такого шевеления вот моего получили то есть по большому счету все что мы видим это мы сами создаем но мы можем в этом не участвовать а можем задействовать тех игроков которые мы пригласили вот такая интересная игра благодарю тебя серёжа за инсайты я благодарю и это к тому опять вот слово какое-то срезонировало тебе импульс вот иди дальше а в чем импульс а к чему а где я то есть в развитии этого вот слова которое срезонировало пошел ты в интернет посмотрел 21 дальше тебя срезонировало но получил информацию именно по резонансу и вот так мы дальше должны идти где-то там на какой-то увидела а пошел раскрывать его а чё о чем это может сразу не придет ответ но по ощущениям начнет быть дальше то есть все время вселенные знаки это эго только может кричать да эго там пойди сюда там вообще делай это слушай сюда вот это вот эти тонкие знаки мы идем за знаками и потом мы будем считывать просто на раз как сильва метод сильвы да вы увидели рассчитали что там вот за этим знаком стоит благодарю тебя с ним прекрасного дня накрыляющего леночка можно я еще скажу это не меркаба была это кристалл я вот сейчас начала рисовать на листочке это был кристалл такой он как две пирамиды соединенные вот так это было большую огромнейший просто ну так это кристалл и смиркаба ну только он не два треугольника вот так были они просто слитно были соединены это было как ромбом в общем на рису я я это вижу тебя как у тебя два тетрайдера они соединились и это это идет меркаба посмотри в интернете про меркабу сережа уже сбросил я посмотрела посмотри как она выглядит я посмотрела уже да нет это это было прям вот соединены они просто были друг с другом не не внахлёст а друг с другом соединение это вот я закрываю глаза и я вижу потому что я начала себя спрашивать я говорю что это не могла сначала понять и ну вот так вот они соединены как как огромный такой кристалл ну ладно я ну пришли в группу рисунок я не понимаю как ты говоришь что там где соединено в любом случае меркаб это тоже кристалл ну вот у меня тоже когда я увидела себя в треугольнике что в основании вот ноги в форме лотоса вот сижу в треугольнике у меня тоже мельканула меркаба но цвета были опять же таки вот фиолетово-красное было я тоже вот это вот уловила еще Сергей выкладывает вот Лену сказала сейчас Леночка про эту меркабу короче тоже мне откликнулось и вот думаю может быть это все оно а Лена она имеет в виду что две пирамиды которые слеплены дном друг с другом в виде ромба не то что верхушка вошла друг в друга а именно дном они скреплены вот она что имеет в виду да 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 Лена именно так я имею в виду все правильно благодарю тебе ага поняла 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 ага что идет соединение миров надо будет посмотреть понятненько интересненько кто у нас созрел еще попрактиковаться в ораторском искусстве Леночка добрый день всех приветствую добрый как всегда с нетерпением ждала нашего четверга я редко выхожу но всегда слушаю вот сейчас услышала девочек и вспомнила потому что я часто забываю свою практику на 50 процентов вот сейчас постараюсь вспомнить начало сессии началось с того что меня быстренько почистили потом подключили все чакры лотос вот и вот так же я бы уже забыла наверное в руки поставили два кристалла вот таких же как девочкам яркие белые кристаллы вот они светились потом потом меня переключило на общую практику мы сидели все в кругу держались за руки потом спустились ангелы это было что-то невероятное я помню как мы обнимались вот а потом появилась пирамида огромнейшая пирамида вот а перед этим еще я ощутила какой сильный поток света портал открылся сверху вот я поняла что чем больше нас тем сильнее энергия поступает потом появилась пирамида огромная и она светила как будто открылся не сверху поток по горизонтали как будто коридор туннель открылся для нас выход и мы начали идти по этому свету я поняла что выход в новую реальность ну в принципе так оно и есть мы уже живем в другой реальности я это ощущаю потому что даже люди начали другие появляться в моей жизни с теми людьми которыми даже я иногда думаю что мне надо встретиться по какой-то причине не складывается вот и так же как Сережа говорил такие чудеса вокруг люди дарят подарки ты подумал оно случилось очень круто мне нравится такая реальность и все устраивает так ага и потом потом значит еще я оказалась в космосе такая странная у меня сессия довольно я оказалась в космосе впервые такое я увидела нашу планету целиком значит она была серого цвета очень грустного и я так понимаю что это мы именно на практике оказались в разных точках по кругу и запустили свет вот и планета вернулась к своим обычным краскам ну вот и вроде на этом все то что я помню очень крутая энергия благодарю всех за поле мне очень понравилось сегодня Гристиночка благодарю тебя ты сейчас мне напомнила фильм гипнотик если кто не смотрел посмотрите интересный фильм это о том что всегда есть шанс к изменению да и что мы действительно сами создаем своими мыслями реальность и то что коллективное сознание оно имеет огромную силу там посмотрите там очень интересный момент когда в принципе было уже предрешено что все уже вариантов нету и земля погибает но в самый последний момент оказалось что все таки это не так когда люди начинают поворачивать свое мышление отходят от этих навязанных шаблонов и разворачивается все сценарий в другую сторону вот это то что тебе показали что мы сами действительно выбираем ту реальность в которой мы хотим тем же показали что мы уже не там где нам предписывали что мы уже вышли и мы действительно уже набираем скорость совершенно новую реальность то что тебе показали как мне сейчас говорят твоим видением ты ты можешь доверять своим видением они у тебя эти видения соответствуют происходящему на том плане именно в твоей реальности в лучшей реальности и ты очень хорошо считываешь с пространства те энергетические процессы которые происходят развивая свои навыки ты можешь пойти очень дальше в познании себя через эти инструменты класс благодарю буду доверять своей интуиции я уже в принципе последнее время это проверила она работает благодарю хорошего всем дня до скорой встречи зная тебя зная тебя зная тебя у тебя действительно очень сильная интуиция и кристаллы были показали тебе кристаллы мы с тобой на личных сессиях тогда тебя уже активировали сказали что ты целитель просто начинай заниматься этим просто развивай силу своих рук энергию принимай передавай то есть у тебя кристаллы в ладонях в чакрах они у тебя активированы вместе с сердечным центром то есть они уже запущены этот треугольник работает та же самая пирамида которую ты увидела она работает она функционирует через сердце принимай энергии передавай в руки и исцеляй мир делай его таким каким ты хочешь любишь спасибо спасибо огромное я уже кстати поняла что я исцеляю словом потому что ко мне приходят люди клиенты с которыми я работаю и они то есть я делюсь своим опытом и даю советы и они потом благодарят пишут мне звонят спасибо что ты вот меня направила именно в эту сторону как-то оно так само собой получается я это вижу благодарю Леночка за то что вы есть благодарю это твоя целеустремленность сколько времени я тебя знаю сколько мы с тобой работаем ты постоянно в процессе развития у тебя без конца вот узнала почувствовала озарение осознание у тебя вот я просто восхищаюсь тобой потому что ты постоянно в процессе обучения то есть тебя ведут и ты этому открыто и ты действительно анализируешь смотришь все у тебя очень сильно все поменялось поле этого поменялась энергетика и сейчас мне говорят но ведь ты же работаешь с людьми через руки пользуйся этими руками еще в другом направлении как целитель видишь точно знал даже тебе не просто так же ты работаешь руками у тебя уже прям ты работаешь руками у тебя сила ну реально люди очень сильно тянутся ну мы сейчас нужны друг другу потому что у тебя энергия уже зашкаливает у тебя такая боли да вот видишь и ты создашь свое комьюнити может быть то которое через свои вибрации люди будут сейчас стремиться к тем людям которые чувствуют внутреннюю устойчивость а ты тот человек который обрел эту внутреннюю устойчивость ну ты еще тоже в процессе но у тебя уже гораздо больше процентов ну внутреннего осознания чем у многих людей и они будут искать именно таких людей которые чувствуют себя по-другому в этом мире более устойчиво чем те которые в стране будем надеяться да так что ты притягиваешь благодарю Леночка за все хорошего дня до скорой встречи хорошего дня кристиночка хорошего дня берите микрофончики проявляйтесь заявите я если хотя бы одно слово скажите что у вас вселенная услышал я есть вселенная я тебя люблю и благодарю за все что у меня есть спасибо спасибо всех приветствую всем добрый день я благодарю за сессию но правда я на ней не была практически так что буду как всегда смотреть записи подключилась вот на третьей вот уже части и первую наверное половинку просто ушла сегодня не получилось у меня вот такие все классные такие все спирические котенку котенку послушала еще некоторых энергии у меня прям идут бегут по полу сейчас даже говорю опять в нос как я говорила Светочка два слова скажи сегодня что Светочка скажи сегодня два слова по числу по числу 22 что-то я торможу наверное да да нет вроде ничего нормально но 22 это наше любимое число обновление обновление два раза по 11 энергии зашкаливает принимаем наше любимое число ну по крайней мере мое 11 22 и 21 тоже да классные такие числа интересные вот ну как бы оно переходное да то есть переход на новый уровень то есть новый виток пошел по спирали спираль идет то есть длинный уровень прошел следующий начался да энергия конечно зашкаливает на самом деле ну в общем нам сегодня повезло с порталом да 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 нас всегда везет на самом деле так интересно все складывается давно не общались по общению что напишу хорошо всех рад видеть благодарю благодарю за ваше светочка ну смотри 22.02 светочка светочка 22.02 20.24 если еще в целом взять это о чем так что у нас получается 8 10 и 4 ну 14 получается в общем ну это умеренность это такая целительная как раз энергия целения ну и 2 нет 2 плюс 2 4 плюс 2 6 плюс 8 плюс 8 плюс 8 14 получается правильно да а 14 ты не складываешь ну ну можно да можно сложить пятерка да тоже вот а можно как оставить из сторон мируологии 14 это аркан умеренность это как раз там связь с природой с водой такая очень целительная энергия то есть можно даже с помощью этой энергии стерять вот то есть такая вода течет и так перетекает из земли в воду ну вообще вот этот круговорот да мне тоже подсказывают да 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 тоже сейчас подсказывают что вот 14 это тоже целительная энергия а пятерка это подключены все стихии то есть сегодня мы можем взаимодействовать со всеми стихиями пять элементов да да что мы из себя представляем то есть сегодня включилась включились все наши внутренние стихии пятерка это самая мощная энергия которая может быть то есть подключена буквально сила всей природы в нас включена активирована на реализацию нашей нашей самости нашей сути представляете что что нет мы действительно подключились на полную мощь к полям природы к силе природы к силе матушки земли ко всем стихиям для реализации своего перехода перехода в свою высшую суть в свое божество представляете свет да да сейчас я убегаю спустя я просто сейчас не могу говорить всем хорошего денечка все все давай все хорошо светочка представляете у нас сегодня как вообще такое событие по по всем числам у нас сегодня зашкаливает энергия берегите себя сегодня вот что вы сегодня получили сохраните это прям как сокровище и проживите этот день на максимуме в этих энергиях на которые вы сейчас находите не скакивайте с них наоборот укрепляйтесь и дальше начинайте их увеличивать укреплять усиливать сегодня невероятный подарок небес просто невероятный со всех сторон вся вселенная нам помогает вся матушка земля духи планеты все 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 нам помогают хорошо кто-то еще готов сказать хорошо дорогие раз у нас больше нету желающих на сцену я вас всех благодарю за участие и потому что благодаря нам всем это было возможно то что сегодня произошло я благодарю высшие силы за руководство за водительство за направление за те энергии которые были переданы за которые мы смогли их принять за то что мы смогли выйти на новый уровень сознания как и телом так и разумом и благодарю каждого участника за ваше время и которые которые которое вы уделили которое вы уделили нашему пространство и пускай наше пространство усиливается и притягивает к нам еще больше единомышленников чем нас больше тем мы сильнее я вас всех обнимаю и считаю сегодняшний день большим праздником для нас новая точка отсчета мы запомним действительно этот день и наблюдайте за собой сегодня за своим пространством побудьте максимум собой не отвлекайтесь на матрицу это ваш сегодня день запомните я вас обнимаю с любовью драгоценные вы невероятные вы просто все исключительные помните берегите цените себя по максимуму благодарю вас и до скорой встречи как от а газ Продолжение следует...